Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас об 11 главе Евангелия от Марка. События, описанные в этой главе, происходят весной 30-го года, это конец марта, начало апреля. Здесь не так легко определиться с точными датировками, но, по крайней мере, время более или менее понятно. Господь вместе с учениками через Заярданье приближается к Иерусалиму, подходит к Вифагии и Вифании и уже готовится вступить в город, а в это время к Иерусалиму стекаются огромные толпы, десятки тысяч паломников, приходящих на Пасху. Эти паломников очень много, они не помещаются в городе, стоят палаточными лагерями вокруг него. Там довольно сложно организована была эта жизнь в пасхальное время, потому что, по обычаю, пасхальную трапезу необходимым было совершать в стенах Иерусалима паломникам, а места для этого в Иерусалиме было очень мало, поэтому в течение нескольких дней, а вовсе не только в тот день, когда надлежало есть Пасху, группы паломников приходили в город, совершали эту трапезу благодарения пасхальную и уходили до наступления дня Пасхи снова за стены. И вот в этом постоянном движении Иисус приближается к Иерусалиму и говорит своим ученикам, пойдите вот в это близлежащее селение, и там вы найдете осла, отвяжите его и приведите сюда. И еще и он наставляет их, какие именно слова, да, нужно сказать хозяину этого осла, для того, чтобы он ему, этим ученикам, этого осла отдал. Такие вот адреса, явки и пароли. Обычно, в общем, принято думать, что в этом селении был некий ученик Иисуса, иногда даже более определенно говорят, что это был кто-то из есеев, ну, по некоторым данным, которые приводятся не в Евангелии от Марка. И вот Господь направляет к нему своих учеников, и это своего рода, знаете, такой отзвук некоторой конспиративности происходящего, потому что, с одной стороны, Иисус собирается прийти в Иерусалим и быть в нем в эти дни на Пасху, а с другой стороны, он уже знает, что против него затеяно расследование, судебный процесс, собираются показания свидетельские, и ходят люди, которые призывают свидетелей. Знаете, об этом еще и Талмуд свидетельствует в рассказе, в трактате «Санхедрин», говорит о том, что в продолжение 40 дней за Иисусом ходил глашатый, который говорил, что вот этот человек соблазняет народ, увлекает Израиль на восстание, кто имеет что свидетельствовать в его оправдание, пусть придет и скажет. Ну, нет оснований думать, что это прямо детально точный рассказ, скорее там действительно искали свидетелей обвинения, и про цифру в 40 дней тоже можно усомниться, хотя по закону полагалось именно так. Но, тем не менее, мы понимаем, что в этой обстановке Иисусу было очень опасно входить в Иерусалим, и если это делать, то делать надо было открыто, явно, среди большого количества людей, потому что евангелисты в разных местах потом упоминают, что на самом деле вот вся эта храмовая верхушка и фарисеи, и саддукеи ужасно трусили. Они боялись, что люди узнают о том, что они арестовали Иисуса, и это приведет к бунту, потому что тогда все будут считать, что эти самые фарисеи и саддукеи действительно стали вот прямо-таки богопротивниками. И поэтому Господь садится на осла, идет вместе с паломниками в город, и когда его узнали, по-видимому, те, кто шли в Иерусалим из Галилеи, они обрадовались, надеясь, что именно сейчас, наконец, и произойдет это наступление царства. И поэтому они говорят «благословен грядущий во имя Господне, а санна сыну Давидову, благословенно грядущее царство, отца нашего Давида». В традиции, в которой эти люди живут, это, во-первых, выражение веры в то, что действительно вот этот человек является мессией, и действительно он послан от Бога возвестить нам царство, которое Бог вносит в нашу жизнь. То царство, о котором Иисус говорит, как о пути за собой. И кроме того, конечно, очень важны слова «осанна сына Давидову», потому что это в переводе по смыслу, может быть, не в абсолютно буквальном, но по смыслу «мольба о спасении». Правильно, наверное, было бы сказать, что они кричат «спаси нас, сын Давидов, спаси нас, сын Божий». Вот они тем самым именно к Иисусу обращаются как к тому, от кого они надеются увидеть спасение, принять спасение от язычников, от их власти и от гибели под властью язычников. И дальше мы видим в этой 11 главе, что Господь днем ненадолго приходит в Иерусалим, затем на ночь уходит из города в некоторое конспиративное место, которое ученики знают, а другие не знают. И поэтому события перемежаются, события в храме, там, где он проповедует в эти дни, перемежаются рассказом о смоковнице, смоковнице, которую на пути туда и на обратном пути и на следующий день тоже видят Господь Иисус и ученики. И для того, чтобы эта смоковница стала притчей, запомнившейся ученикам, а евангельское свидетельство говорит нам, что они действительно запомнили это событие. Вот Иисус, в сущности, насколько мы можем судить, по всему комплексу евангельских рассказов сравнивает ее с Иерусалимом, сравнивает ее с ветхозаветной церковью, говоря, что, ну вот, если нет плода, ну пусть тогда уже теперь не будет плода от тебя вовек. Он не нашел на этой самой смоковнице смоков, потому что еще был не сезон. И, собственно, дело-то, следовательно, было не в смоковнице, которая чем-то провинилась, а она была нужна именно как зримый образ того, что если ко дню посещения Божьего, дню, когда Иисус приходит к нам, мы не принесли некоторого плода своей жизнью и своей верой, ну уже поздно что-либо менять. Это действительно очень серьезная и важная вещь, понимаете, потому что люди склонны откладывать все до последнего момента, в том числе и диалог с Богом. Дальше, придя в храм, Иисус совершает действие, которое является поворотным для всего евангельского сюжета, потому что в храме в это время торгуют скотом жертвенным, меняют деньги, потому что храмовую подать можно было платить только определенной храмовой монетой, а языческими монетами этого делать было нельзя. Там первосвященники поэтому крышевали валютно-обменные операции вокруг храма, под его стенами, получая с этого изрядную прибыль. Ну и вообще вся эта торговля, конечно, была не слишком благочестивой. Да, тем более, что закон предполагал все-таки, что люди, если идут принести жертву, они приносят жертву свою, они покупают соответствующие жертвенные животные на месте. Ну, в общем, все понимали, что это, конечно, совершеннейший вертеп, и никуда не годится, и так нельзя. А уж мздоимство, которое процветало среди первосвященнической фамилии и садукеев, в связи со всей этой торговлей, тем более, ну, никто, естественно, не одобрял. Но при этом израильтяне того времени были уверены, что это не человеческое дело учреждать тут какой-то порядок, очищение, прочее, прочее. Видя все несовершенство и всю греховность вот этого, всей этой бизнес-империи, да, они при этом считали, что когда придет Сын Божий, когда придет Мессия, они не думали о нем как о Сыне Божьем буквальном смысле, тогда Христос, пришедший, даст нам очищение храма, очищение богопочитания и настоящий культ. Эти идеи были распространены и популярны далеко не только среди ессеев, которые удалились в пустыню до того момента, как это очищение храма произойдет, но и среди большинства других. И когда Иисус берет где-то веревки, свивает из них бич и выгоняет, начинает прогонять этих самых животных и опрокидывает столы миновщиков и говорит, дом отца моего, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников, это не откровение о том, что торговать в храме неблагочестиво. Это все понимают, и весь уровень неуместности и греховности тоже всем понятен. А это, если хотите, громогласное, слух всех, свидетельство Иисуса о том, что он и есть тот царь иудейский, которому надлежит прийти от Бога и очистить Израиль, освободить его не только от власти язычников, но и от собственного внутреннего греховного порабощения. И этого уже вот в таком открытом, для всех очевидном и понятном виде, этого невозможно не понять, не сделать вид, что ты не понял происходящего. И именно с этого момента фарисеи и садуки окончательно утверждаются в том, что этого человека лучше убить, чем позволить ему и дальше действовать на глазах у всех. Они прибегают, когда он в это время ходит в храме, прибегают к нему, требуют объяснений, говорят, что вот ты там, какой властью это делаешь. Евангелисты рассказывают нам о том, что Иисус отвечает первосвященникам и книжникам, говоря, что если вы готовы на серьезный разговор, я вам отвечу, но тогда давайте это выясним. Потому что вопрос к первосвященникам и книжникам крещения Иоаннова, от кого было, он подразумевает в первую очередь именно это. Дело ведь не в том, что у Иисуса нет определенного мнения о происхождении крещения Иоаннова. Само собой, разумеется, для него самого здесь все понятно, но важно увидеть и выявить, готовы ли первосвященники и книжники всерьез обсуждать то, что именно в это время Бог привел Христа в мир. И когда они отказываются из соображений безопасности разговаривать всерьез и говорят, нет-нет, мы не знаем, мы не хотим, так сказать, на этом уровне рассуждать, тогда Иисус говорит им, ну и я не буду разговаривать с вами о том, какой властью я это делаю. И за этим действительно стоит очень серьезная вещь, потому что с Иисусом вообще не очень получается разговаривать на уровне каких-то формальностей. Ты дай нам отчет, почему ты говоришь так, почему ты делаешь эдак. Диалог с Иисусом действительно возможен тогда, когда ты готов до крайней глубины своей личности, своего сердца, своих мыслей дойти. Эдактор с Иисусом действительно деят платье и трços с Иисусом, Продолжение следует...